Закрытие ради общего блага. Такова позиция Департамента здравоохранения по вопросу реорганизации клинического центра медицинской реабилитации в деревне Ломы. В нашем эфире мы уже рассказывали о том, что сотрудники учреждения специализированного на лечении детей с неврологическими заболеваниями против упразднения учреждения. Нас собирала начальница, сказала, что нерентабельно департамент закрывает. Как такового не говорили они нам, что из-за чего конкретного. Предлагают нам работу в поликлиниках. Я вот работаю там очень давно, работаю сутками. Мне невыгодно работать в поликлинике каждый день. У меня маленький ребенок, который идет в первый класс. Я думаю, что это последнее детское такое учреждение для реабилитации детей. Оно необходимо, нужно детям. Эффект есть от лечения? Конечно, есть. Даже родители говорят о том, что дети лучше себя чувствуют. Мы приехали в центр вместе с сотрудниками департамента здравоохранения. На первый взгляд о грядущем закрытии здесь ничего не говорит. Дети играют или читают. Специалисты в плановом режиме проводят процедуры. Сейчас в учреждении заняты почти все койки. Большинство детей находятся здесь самостоятельно. Двое с родителями. Диагнозы сколиозы, ППЦНС, ДЦП. В основном такие. Неврология детки очень много поступает. Мы проводим один раз лечебную физкультуру в группе. И если поступают детки с серьезными заболеваниями, мы с ними занимаемся индивидуально два раза в день. Светлана Гусейнова уже рассказывала нам, что выступает против закрытия центра. Здесь ее дочери очень помогли. Буквально две недели назад девочка не могла передвигаться самостоятельно. Сейчас уже справляется со всеми заданиями на ЛФК. Светлана уверена, если центр закроют, они с дочкой и другие семьи очень пострадают. А как же мы? Вот как мой ребенок, так же другие родители, у кого такие заболевания, как ДЦП, там вот занимаются с детьми, лежат каждых три месяца. У нас только Решма, вот я уже повторяюсь по этому поводу, что только Решма, где родитель должен доплачивать. Вот я не имею такой возможности доплачивать. Действительно, все пациенты, которые должны проходить реабилитацию здесь, будут отправлены в медцентр Решма. Там обещают места по такому неврологически-ортопедическому профилю увеличить с 15 до 25. Чиновники отмечают, денег с родителей там не возьмут. Выделяются Решме объемы в рамках территориальной программы государственных гарантий. И ребенок-инвалид совместно с мамой, естественно, бесплатно в рамках ОМС будет проходить лечение. У самих родителей другая информация. Они опасаются, что медицинский центр будет им не по карману. Здесь для ребенка, для родителей бесплатно. Решма, как известно, если для ребенка бесплатно, то родители будут брать деньги. Но там не полностью бесплатно идет лечение. Соответственно, и далеко. И далеко, конечно. Сотрудников круглосуточного стационара, их здесь около 35, без работы не оставят, отчитываются чиновники. С каждым уже провели беседу, предложили новое место для трудоустройства. Какую работу вам предложили? Тоже массажистом. Где? На посты шелом. Условия такие же? Не знаю. Я там не была. Сказать не могу. Ну, то есть вам не очень хотелось бы в идеале отсюда перебираться? Нет. Почему? Я еще раз говорю, я устраивалась именно сюда. Мне нравится здесь. И не устраивают предложенные вакансии здесь почти всех. Только говорить об этом врачи не хотят. Боятся, что после репортажа они нигде не смогут найти себе работу. Департамент внимание-то уделяет, но то, что им предлагают, их не устраивает, потому что практически нигде, видимо, нет работы в графике. А самое-то главное, я думаю, что они здесь привыкли работать, вот просто привыкли и хотят продолжить. Мы увидели результат труда, и нам очень жалко прекращать свою деятельность. Именно поэтому врачи отказались с вами общаться. Понимаете, то есть, ну, не каждый может выдержанно, вот так спокойно, внешне я имею в виду. Я тоже неспокойно, но должность заставляет меня внешнее спокойствие соблюдать. На место центра переедет детский филиал противотуберкулезного диспансера под названием «Белочка». Здесь на свежем воздухе будут проходить лечение дети с заболеваниями органов дыхания. Последний рабочий день для сотрудников круглосуточного стационара – 31 мая. Ну, сейчас, да, действительно, уже начинают выносить мебель. Родители в шоке, дети смотрят, не могут понять, почему не забирают телевизор. Против реорганизации выступает и технический персонал – водители и дворники. Ну, забрывайте все, все умели вывезти, все умели вывезти, вон внизу здесь снимать. Что тут снимать? Ради тут саму подставить, подставить, все, убедить вы нас. Два кресла хороших, один диван, стол, телевизор, холодильники вывезли. И там в подвале у нас валяется фашкаф, который мы не успели вывезти, все. В департаменте здравоохранения утверждают, качество оказания реабилитации в регионе в связи с закрытием этого центра не ухудшится, охват не снизится. Ни сотрудники, ни пациенты не пострадают. И вообще обсуждение выносили на общественный совет. И тогда все поддержали. Табличку на дверях центра уже сняли. Вопрос закрыт. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.